доброе утро дорогие друзья ну хотя у нас уже не утро уже день хочу показать вам сейчас только пришли с улицы ездили на кладбище заезжали купили цветы общем хризантема я две веточки хризантем купила и ездили на кладбище посетили могилу вот муж убрался уже там заранее сейчас только посетили и потом нужно было заехать магазин сейчас что-то приготовлю ну я вчера уже приготовила эти ленивые голубцы делала вечером ели очень вкусные получились голубцы вот и сегодня хочу сделать муж захотел селедку под шубой надо сделать салат обыкновенный салат рыба у меня там форель посолена вот ну и посидим помянем маму вот и что мы купили заходили в пятерку взяла я вот такую селедку он говорит вот хочу селедки под шубой и мужу в больницу в понедельник ехать вот говорю ты сделаю я тебе селедку под шубой купили вот сразу эту разделанную такую селедочку с приправами вкусная вот эту селедка купили свеклу отварную уже поставила варить яйца и морковь картошка у меня есть картофельно отваренная говорю я тебе сделаю быстро эту селедку под шубой если хочешь купила лук у меня чек получился я вам покажу потому что не помню тысячи чем-то но так вот чек сегодня скидка есть и по карте мир на какие-то продукты общем и как скидка пенсионеру и по карте мир прикладываешь сначала карту мир а потом уже прикладываешь за общую покупку я вставь из очков что у меня там в общем я нажимала свой пин-код когда больше 1000 пин-код нажимаешь вот такая вот у нас покупка в этом пятерке яблоки нужно с собой что-то взять по есть вот и банана взяла груши груши даже не знаю почему груш конференции три штучки взяли взяли вот кефир маленьких бутылочках био мне вот это кстати нравится нравится кефира тоже муж с собой что-то возьмет что-то что-то не с собой что-то с собой вот так я еще яйца деревенские такие 70 пакетик салат для зеленый салат кстати нет болгарского перца ну помидор огурцы и вот такой вот листовой салатик сделаю такой салат лучок зеленый зефир был по скидке совсем-то рублей уже не было 2 пачки творога пятипроцентного сделаем сырники сегодня на ужин помидоры эти вот 199 рублей по моему вот это упаковка 600 грамм сливовидные помидоры весь сок завалил и взяла еще хлеб такой докторский нарезки все тут и еще заходила я в алберис в алберис я заказывала хотя вот можно конечно я посмотрела на рынке цикорий можно было такой же цене купить вот я заказала 2 пачки ну они пасли по 75 грамм вот именно эко цикорий всегда берем эко цикорий натуральный сублимированный вот две пачки по 75 грамм уже буду сюда класть такой вот и положили в подарок какой-то здесь сироп сироп топинамбура это уже вот такой продавец подарочек положил очень приятно спасибо заказывала я еще финики финики по-моему алжирские выбрала какие-то другие сначала это финики захеби вроде бы продукт упаковка просто в пакет и в коробке было в коробке все там хорошо все упаковано все хорошо зашло вот эти финики такие типа тунисских длинненькие такие вот не сырые ничего не хорошие финики сказал внешний вид такой вот покажу вам такие финики нет сухих нет совсем вот таких вот вот такой вот суховатый немножко есть но он тоже такой влажный вот килограмм фиников и пришли мне банки думал еще вам банки не пришли но оказывается все уже привезли я думал только там будет цикорий и финики вот заказала такие банки но они выше гораздо по-моему они не 30 сантиметров высоту не знаю куда и там было написано 25 я думаю не хватит достаточно но оказывается там потом уже смотрела 30 подошли 20 взяла такие вот банки но зато уже и спагетти уберутся и пачка макарон уберется может быть и больше макарон может сюда положу авто например или в эту орехи еще уже орехи нужно положить потому что некуда в столе некуда класть потому что у меня тоже там под крупы вот эти банки стоят что-то так лежит все забито и кухня у нас маленькая место мало поэтому так и вторая такая же банка в общем две банки так все в пупырку упаковано две баночки две баночки также вот ну полегче открывается та прямо очень туго который я фикс прайсе взяла пахнет нормально но это китай производство китайской деревянные такие крышечки силиконовым так они хорошо легко закрывается тоже время плотно вот помою их и ну что туда положу орехи у меня ну уже в любое место их мне написала людмила что как-то она одиноко смотрится вроде бы как как будто и место и не ее здесь место ну не знаю одиноко не одиноко вот еще две банки конечно они выше их можно поставить где-то вместе ее например куда-то можно на микроволновку можно вот туда на стол поставить у меня вот это вот пиццемекер стоит конечно занимает место но я им пользуюсь девочки скажу вам честно редко пиццу мы не печем не знаю как она вообще готовит пиццу но мне кажется она прям ну как-то быстро у нее вниз горит если вот что-то испечь другое что-то не знаю я не знаю они может газ экономит им дешевле вот с электричеством не знаю я лучше на сковороде на газу, сделаю это, поджарю. А здесь вот тот же омлет. На сковородку раз, крышкой покрыла и все. А в пиццемейкере это его потом надо тут мыть. Такие проблемы. Ну, протирать надо все-таки. Там такие элементы, ну, сверху, снизу может подгореть. Сковороду в раковину же засунула и быстренько вымыла и все. И вытер и убрала. Вот. Ну, здесь какие-то... Это, конечно, можно попробовать как-нибудь сделать. Я не пробовала сделать омлет. Ну, там надо из шести яиц. Мы с мужем четыре яйца. Ему два и мне два. Добавляю я молоко. Себе, конечно, я меньше, ему больше. И нам хватает шесть яиц на двоих. Это слишком много. Мы столько не едим. Хотя у меня муж, конечно, у него аппетит хороший, но кроме этого, там, потом сыр ешь или какой-то вот... Сейчас вот посолила форель. Мы бутербродики вот два дня делаем. Так вкусно. Делаем цикорий с лимоном. Мед туда добавляем в цикорий. И уже я вроде бы и кофе не скучаю. И делаем такие вот бутерброды с маслом и вот с рыбкой, с форелью. Вот так вот вкусно. Ну вот, все я вам рассказала, все показала. Сейчас вот варится. У меня нужно немножко убавить. Убавить газ. Вот сейчас приготовлю салатики. И будем помянем маму. Завтра у нас воскресенье. И в понедельник повезу. Вернее, муж, конечно, поведет машину обратно. Уже я сама поеду. Поедем в кардиоцентр. Сегодня он сходил, сдал на ковид-анализ. Вот этот. Потому что в поликлинике только такой тест можно. А с тестом нельзя. Нужно нормальный анализ делать. В поликлинике бесплатный не делают. Такой анализ он ходил сюда вот в платно в гемотест, по-моему. Или гемохел у нас, или гемотест. Но не суть важна. В общем, 1300 стоит этот анализ. Будет готов завтра. Вот. И чтобы все уже ехать. Так что вот. Такие вот дела, девочки. Все. Я вам показала. Сейчас вымою. Уже не буду. Уже не буду вам. Ну, а может быть, а может быть, и сниму, что я их, как я их тут куда поставила. Ну, я говорю, вот этот вот пиццемейкер, убрать бы его куда-нибудь, что ли. Ну, так он стоит, конечно, там хорошо вписался. Ну, вот то, что я им редко пользуюсь, не знаю, наверх, может, куда-нибудь на холодильник убрать. Пылиться, конечно, будет. Не знаю, в ящик, в ящик некуда. Хотя, надо вот, может, и разобраться, и найти место для него. А может, вообще, в духовку убрать. Я все в сковороды, вот некоторые, у меня две сковороды, стоят там, в духовке, крышки там, для этих сковородок. Какие-то большие сковородки у меня в ящике лежат. В общем, что только не придумаешь. много лишнего. Вот чем не пользуюсь. Какие-то формы там. В общем, надо уже избавиться от этого. Чем не пользуешься, да, лучше отнести на мусорный ящик. К мусорному ящику. Форма вот эта у меня такая раздвижная есть. Но я сейчас пеку все в стеклянной форме. А эта все время там вот протечет все по краям. И вот она у меня лежит, лежит. Вроде бы и выбросить жалко. И так я ей не пользуюсь. И занимает вот это вот место. Наверное, нужно сделать какую-то ревизию снова в своих ящиках. И что-то просто, ну, унести. Может, кому-то надо. Положу, может быть, кому-то пригодится это. А я уже просто себя ловлю на том, что я все пеку в стеклянной форме. Мне нравится. Она и не пригорает там все хорошо в духовке. Единственное, чего ее нельзя там снять и чтобы была на плоской тарелке. Неудобно уже, чтобы полностью вынуть. Ну, хотя, можно и в форме все это у нас стоит, и мы разрезаем. Она же не тефалевая, не вредная там, что в ней хранить нельзя. Наоборот, в стекле все там хорошо, закрыто. В общем, да, надо сделать ревизию и полу-разу в половину. Надо избавляться от лишних вещей. Все, спасибо за просмотр, девочки, спасибо. Кто пишет мне добрые комментарии, за подписки, ставьте лайки и всем пока-пока, до следующих видео. -пока. Спасибо.